Бесконечное лето Так, продолжаем с вами проходить визуальную новеллу и записывать видос по бесконечному лету я буду без вебки, потому что, не знаю, ну, смотреть тупо на мое лицо, короче, читающее мое лицо, это как минимум неинтересно, вот, так что давайте продолжим. Окей, на улице стояла такая жара, что, казалось, стоит выйти из тени и ты мгновенно расплавишься. Меня вдруг потянуло в сон. Я озвенул и пошел к домику вожатой, чтобы последовать бытовой трактовке закона Архимеда. В конце концов, Ольга Дмитриевна вряд ли вернется в ближайшее время, по крайней мере, мне так казалось, и у меня точно будет пара часов, чтобы отдохнуть. Да, и у других вариантов как-то особо не предвидится. Тем более на такой жаре. Райская прохлада в домике стала для меня спасением. Я разделся и прыгнул на кровать. На улице лениво стрекотали сверчки, ветер покачивал занавески на окне. На окне. А я погружался в сон. Итак, наверное, сейчас будет сон. О, нет. Разводил меня стук в дверь. Стучали негромко, но настойчиво. Я нехотя встал и пошел открывать. Странно, но на пороге никого не оказалось. Я протер глаза и вышел, чтобы осмотреться. Все так же никого. Может, приснилось? Было уже четыре часа. Чувствовал я себя разбитым. Пожалуй, не стоило все уже спать днем. А ведь знал же, к чему приведет. Я надел ботинки, вышел из домика и закрыл дверь на ключ. Но куда пойти? По идее, я до ужина не так уж и долго осталась. Мне в голову пришла мысль, что неплохо бы освежиться. Я направился в сторону пляжа. Солнце уже давно переварило через небесный экватор. Здесь, на юге, вообще темнеет рано. Я пришлился и посмотрел на алый пылающий диск. Чуть не прочитал анальный. Кто к тебе только что приходил? Я вздругл от неожиданности. Опять этот незнакомец. Передо мной стоял тот же таинственный парень. Мне опять его лицо мешало разгореть яркий свет. Да, одень ты уже себе очки солнцезащитные. А, сейчас я вообще на мгновение ослеп от солнца, поэтому видел ничего, кроме размытых очертаний. А ты следишь за мной? Нет, просто мимо проходил. Невозмутимо ответил он. Тогда тебе виднее. Значит, ты никого не видел? Никого. Опять сейчас его нет, да? А, есть. Я протер глаза, но помогло не сильно. Почему тебя не было на обеде? Спросил я прямо. Есть не хотелось. Он гомко рассмеялся. Я несколько раз моргнул, и зрение ко мне вернулось. Но пионер опять таинственно исчез. Да что за чертовщина? Теперь я был полностью уверен, что с этим парнем что-то нечисто. Да, как будто он подозрительный реально. Он точно имеет самое прямое отношение ко всем происходящим здесь событиям. В общем, надо выяснить. А для этого для начала не плохо бы удостовериться, что я ничего не путаю, и что он на самом деле не местный пионер. На пляже было много людно. Кажется, весь лагерь собрался здесь. Ну, почему бы и нет? Погода шикарная, почему бы и не искупаться? Вот все и прибежали поплавать, охладить свой пыл. Ну, в такую жару это не мудрено. В сторонке стояла Ольга Дмитриевна, грозно глядывая свое войско. Только я успел подумать, что, возможно, прийти сюда было не лучшей идеей, как она меня заметила. Воу-воу-воу! Семен! На линейке ты так и не был, и вообще весь день где-то шляешься. Я не знал, что ответить. И как же из тебя выйдет образцовый пионер? Продолжена уже мягче. Да, Ольга Дмитриевна, у вас такие Ольги Дмитриевны хорошие. Ольга Дмитриевна, а у вас есть у нас в лагере пионер? Такой, очень похожий на меня. Вожатая удивилась. Не знаю, наверное. А зачем тебе? Ну, просто интересно. Здесь много мальчиков. Ладно, не важно. Со стороны реки донесся чей-то крик, и Ольга Дмитриевна бросилась туда. Можно сказать, что пронесло. Я уселся на пылающий песок и уставился на пионеров, лезвящихся в воде. Через некоторое время от общей группы отделилась Ульянкой и направилась ко мне. Да ё-моё, опять она. Чё грустишь? Я не грущу. О чём сидишь один? Думаю. О чём? Я не стал ей рассказывать историю про непонятного пионера. Вот представь, что ты общаешься с каким-то странным человеком. Тебе надо понять, в чём его странность. Ну, так я спрошу. Она засмеялась. Это понятно. Но он же не ответит. А ты порубовал? Нет, но это и так очевидно. Ленка ничего не сказала, а просто села рядом и устала, вздохнула. Наплавалась я. А вот, допустим, если он что-то знает, но говорить не хочет. Заставь. Но как? Мы ещё некоторое время сидели вместе, болтая на отвлечённые темы. Затем я встал, попрощался и ушёл. Пора найти таинственного незнакомца и узнать все ответы. Ну что, я готов. Я готов узнать все ответы. Первым делом я направился на автобусную остановку. В конце концов, именно там всё и началось. Дорога была так же пустынна, как и всегда. По ней только изредка пролетали небольшие ураганчики пыли. Я уже собирался идти назад в лагерь, как услышал чей-то шёпот. Не доверяй ему. Кто-то прятался за памятником. Ко мне в спину сидел пионер. Голос вновь показался до боли знакомым. Ты кто? Я сделал несколько уверенных шагов в его сторону. Стой, не подходи! Почему-то я мгновенно замер. Где-то глубоко в надрыве родилась уверенность, что не стоит с ним спорить. Ладно, стою. Ты видел его? Разговаривал? Спросил он надрывно. Ты о ком вообще? Говорящий был одет в пионерскую форму. Ты знаешь. Я действительно знал. Он точно говорил о том странном пионере? Да. Спустя некоторое время я ответил. Что он тебе сказал? Умоляюще спросил мой собеседник. Ничего особенного. Он давал тебе советы. Говорил, как себя вести. Угрожал? Нет ничего такого. Конечно, он мне показался весьма странным, но не более того. Запомни, он может быть не один. Точнее, он-то один. Но ты можешь встретить здесь множество похожих на него пионеров. А ты-то кто сам? И от кого прячешься? Ты поймешь. Со временем. Помни, главное найти выход. Сам странный, еще что-то говорит про странности. Вдруг поднялся настолько сильный ветер, что с деревьев полетели листья, а мне в лицо ударился бумажный пакет, из-за чего на секунду пришлось закрыть глаза. Когда я вновь посмотрел на памятник, пионера за ним уже не оказалось. И тут меня начал одолевать страх. Воу. Самый настоящий, практически материальный. Я боялся и впервые часы, как только очутился в этом лагере. Но тогда все окружающее казалось милым и дружелюбным. А сейчас совенок словно показал свои клыки, намереваясь меня съесть. А впереди неизвестность. По телу пробежали мурашки. В горле застыл комок. Руки мелко подрагивали, но я собрался и направился назад в лагерь. Уже было время ужина, но идти в столовую совершенно не хотелось. После слов второго таинственного пионера, мысль о местных обитателях вызвала у меня, если не ужас, то вполне обоснованные опасения. Ведь я действительно не знаю, кто они на самом деле. И то, что еще ничего не случилось, совсем не значит, что им можно доверять. Я в нерешительности остановился возле здания кружков, но потом понял, что это не самое удачное место. Ведь здесь могут быть пионеры, а встречаться с кем-то мне сейчас совсем не хотелось. Почти бегом я добрался до леса и прошел метров двадцать по тропинке, прежде чем остановиться. С одной стороны, таинственный пионер. Точнее, уже как минимум два таинственных пионера. С другой, все обитатели этого лагеря, которые казались абсолютно нормальными. В любом случае, мое старое решение ждать, пока все само решится, сильно поколебалось. Теперь я четко осознавал, что надо что-то принять самому. Но что? Весь лагерь не венека на ужине, так что есть шанс спокойно добраться до домика Ольги Дмитриевны. Я решил для начала забрать одежду, в которой попал сюда и телефон. В конце концов, сразу ничего путного не придумаю, поэтому лучше пока спрятаться где-нибудь в лесу. Я перепрыгнул через ступеньки и влетел в домик. Одежда лежала на том же месте, а телефон, как и положено, был спрятан под подушкой. Я схватил его и уже собирался запихнуть в карман, как вдруг краем глаза заметил на экране что-то есть. Было открыто окно набора нового сообщения. Текст гласил. Не прав ты, Семен. Ой, не прав. У меня буквально душа в пятки ушла. Я застыл на месте. Изнутри мне не трясло и колотило, а в голове кровь пульсировала с такой скоростью, что казалось, черная коробка сейчас взорвется. Черепная. Только спустя полминуты я начал хоть как-то соображать. Текст могла набрать Ольга Дмитриевна. Или кто-то из пионеров. Даже если учесть, что они с подобной техникой не знакомы, тут ничего сложного нет. Но откуда кто-то, кроме меня, знает, где лежит телефон? В общем, это событие стало последней каплей. Я выскочил из домика с твердым намерением больше сюда не возвращаться. Так, надо сохраниться, наверное. Я думаю, начинается что-то интересное и очень странное. Лагерь опустил... На лагере пустилась ночь. Я уже несколько часов сидел в лесу, трясся от каждого шороха. Место было выбрано подальше от тропинки, чтобы меня никто не смог найти. За это время какие-то... Какие только теории и планы действий не приходили мне в голову. Я попытался убежать и перебить всех местных обитателей. Однако, с другой стороны, все сильнее становилась мысль о том, что, может быть, не стоило из-за слов какого-то непонятного пионера так себя вести. И даже сообщение на мобильнике. Это подтверждает только то, что все, что здесь творится, далеко от нормального, но никак не доказывает причастность местных обитателей. В таком полутрансе я бы вполне мог просидеть здесь до утра, если бы не услышал шаги совсем рядом. Опа! Значит, ты все-таки решил убежать. Я обернулся, но в темноте не смог разглядеть лица пионера. Да ты задрал! Тем не менее, я был точно уверен, что это именно он. Тогда я не боялся. Точнее, уже был настолько физически измотан, что кое-как подготовился почти к любому развитию событий, поэтому смог более-менее адекватно рассуждать и поддерживать диалог. Не назвал бы это бегством. Через некоторое время ответил я, растягивая каждое слово. Да? А как же тогда... Тактическое отступление. Блестящее. Он расхохотался. Слушай, может ты расскажешь все-таки, что здесь происходит? Кто ты и чего от меня хочешь? А что тебе сказал тот у ворот? Он словно не слышал моего вопроса. Сказал, не доверять тебе. Соврал я. Хотя, с другой стороны, примерно это он и имел в виду, как мне показалось. Что же, это вполне в его духе. Убежать, спрятаться. В его голосе проскользнули нотки раздражения. Я не знаю, что у вас тут за цирк с конями, но у меня, честно говоря, нет никакого желания участвовать в этом представлении. О, почему же? Ты ведь главная звезда. В смысле? Я не видел его лица, но мог поклясться, что он улыбался. Если так, то объясни мне мою роль. Знаешь, я вначале тоже был таким, как ты. Первый раз все прошло спокойно. Потом я убегал, пытался выяснить, что происходит, сходил с ума и даже... пытками выбивал из них правду. Он заржал, как умалишенный. Пытками! Да он опасный, чувак! У меня мороз побежал по коже. Но все бесполезно. Немного успокоивших продолжить пионер. Бесполезно. А потом начались провалы. Сначала я только слышал их голос, где-то далеко, а иногда у себя в голове. Потом появились смутные силуэты. Затем они стали обретать материальную форму. И, наконец, вошли в мой мир. Я мог потрогать их, познакомить с местными пионерами. И все они были не такими. Другими. Понимаешь? Другими. Он сбился на крик. И раз за разом все повторялось. К виткам привыкнуть можно, но к ним... Потом я и сам научился попадать в их миры, взаимодействовать с другими. Однако я такой оказался не один. Далеко не один. Сегодня-то видел, по крайней мере, еще одного такого же. Он замолчал. Я не знал, что спросить и не хотел прерывать его рассказ, поэтому просто ждал. Спустя минуту он продолжил. Конечно, это непросто. И, возможно, не всегда. Только при определенном стечении обстоятельств. Когда ты испытываешь сильные эмоции, например. Я сразу же вспомнил, что первый раз увидел его утром. А тогда никаких эмоций у меня особого не было. Да и в том числе, когда радуешься и чувствуешь себя счастливым. Он словно читал мои мысли. Ладно. То есть ты имеешь в виду, что есть несколько параллельных миров, где существует такой же точный лагерь со всеми его обитателями, только вместо меня там ты! Тот парень, которого я видел на остановке. Да, что-то вроде. Его ответ совсем не удивил меня. В конце концов, уже понятно, что здесь происходит что-то, входящее за рамки человеческого понимания. А эта теория оказалась не самой удивительной. Но ты говорил про то, что все повторяется. Повторяется. И что будет? Потом. Все сначала. Ты опять проснешься в автобусе, пойдешь в лагерь, встретишь там Ольгу Дмитриевну, девочек, электроника. Но если это было с тобой, то почему это должно случиться и со мной? Так случается со всеми. Он опять истерически засменялся. И сколько повторений с тобой происходило? Я уже не считаю. Поначалу пытался запомнить, но сейчас... Может быть, несколько сотен. Ни хрена себе! Теперь неудивительно, почему мне так явно казалось, что мой собеседник страдает от тяжелой и прогрессирующей ментальной дисфункции. Но ты же искал выход! Он не ответил. Тот парень на остановке про это и говорил. Потому что он ни черта не понимает! Закричал он. Потому что он такой же, как ты, бежит, прячется. А что ты предлагаешь? Если бы у меня были какие-то предложения, я бы не стоял здесь и не разговаривал с тобой. Хорошо. Но ты же пытался. Ты хочешь понять, что знаю я, ведь я тут уже давненько? Весело спросил он. Но это очевидно. Да. Я пытался сбежать отсюда. Там. Он махнул рукой в сторону леса. Ничего нет. Только лес. Когда я шел несколько дней, потом вырыгался от усталости, точно опять в том же автобусе. Если идти по дороге, результат такой же. Она бесконечная. Разговаривать с кем-то на эту тему бесполезно. Это ты, наверное, уже и сам понял. Понял. Вставил я. Даже если ты напрямую объяснишь свою ситуацию, тебя в лучшем случае посчитают за идиота. А не уходить из автобуса? Бесполезно. Рано или поздно тебя все равно найдут. Я даже как-то просидел там все время. В итоге заснул опять все по-новой. А завести его? Уехать самому? Нет ключей. А навыков автоугольщика не имею. Извини. Замкнутый круг. Именно. Повисло долгое молчание. Наконец я спросил. А люди? Ведь они вызывают абсолютно обоснованные подозрения. Подозрения? Опять смех. В них подозрительно только то, что как бы ты им не рассказывал обо всем, они смотрят на тебя глазами по пять рублей. Люди. Сначала я тоже их опасался. Потом проводил над ними разные эксперименты. А теперь я не считаю их за людей. Это какие-то куклы. Марионетки. Можно предсказать любую их реакцию. Предугадать любое слово или действие. Значит их бояться не стоит? Тебе стоит бояться себя. Тихо сказал он. Знаешь, как весело хрустят кости человека, когда они медленно ломаются от растяжения. Похоже, у него окончательно поехала крыша. Слушай, я все понимаю, но... И он тоже считает, что это чересчур. Какая разница? Здесь реален только ты. Я нервнезапно замолчал. Ну нет, я с тобой не согласен. Ты, наверное, думаешь, почему я сам все это не проверил? Почему я попытался дойти до ближайшей деревни или города? Да, посещали такие мысли. Почему я не был достаточно подозрительным? Почему вместо поисков ответов занимался всякой фигней? Ну, да. Не стоит. Это нормально. Первый раз все мы здесь ведем себя так. А сколько еще ты видел? Не так много. Конер задумался. Может быть, десяток. Но я уверен, что их гораздо больше. И что? У всех так? В принципе, да. Отличаются только детали, но главное остается неизменным. Отсюда нет выхода. И ты, кстати, точно такой же, как и большинство. Разница только в том, что ты узнал обо всем от меня, а не прочувствовал на себе. Я даже не знал благодарить мне его за это или наоборот. Ладно, и что дальше? Ничего. Коротко сказал он. Я закрыл глаза и задумался. Это было роковой ошибкой. Открыв их, я, как и в тот раз, никого не увидел. Ну, значит, теперь понятно, что здесь происходит. Хотя, по большому счету, как все рассказанное им приблизило меня к разгадке. Да я такой не один. Да, все повторяется. Но в чем причина? И главное, где выход? Единственное, что я вынес полезного из разговора с пионером, так это то, что местных обитателей бояться не стоит. Это сейчас было для меня весьма существенным, ибо ночевать лучше все же в тепле, чем в лесу. Я взахнул, собрал свои вещи и пошел в сторону лагеря. По дороге в голове вновь и вновь всплывал разговор с коллегой по несчастью. И почему я не спросил про послание на телефоне? И про остальное? Ведь намеки были. Может быть, узнав о них поподробнее, смог бы сделать какие-то выводы? Впрочем, казалось, что наша сегодняшняя встреча была не последней. В домике Ольги Дмитриевны горел свет. Так, сохранимся. Вот это уже, вот это уже поворот. Вот это уже, да, вот это уже, мгм. Окей. Я аккуратно открыл дверь и вошел. Явился, не запылился, грозно сказала вожатая. Ольга Дмитриевна, я сегодня очень устал, давайте вы оставите свои нравоучения на потом. А чего это он устал, интересно? От всего. Грубо огрызнулся я. Вожатая удивленно посмотрела на меня. Я не раздаваясь, упал на постель. Семен, образцовый пример, так себя не ведет. Ну и как же он себя ведет? Не так. Вожатая на секунду замялась, словно подбирая слова. Он должен уважать старших. Я вас безмерно уважаю, может быть, можете быть уверены. Семен! Сарказм в моем голосе не остался незамеченным. А теперь мне очень хочется поспать. Подожди, я... А сколько до ближайшего города? Когда придет автобус? А как мне вообще отсюда выбраться? На удивление спокойным голосом спросил я. Ответа не последовало. Его и не стоило ожидать. Я сказал, все это лишь для того, чтобы она отстала. Чего? Молчите. Я устал, а давай завтра поговорим. Нормально, так отшил. Вожатая встала и выключила свет. Да, все именно так, как тот парень и говорил. Интересно, почему я с ним так адекватно и спокойно разговаривал? Ведь стоило бояться, трястись от ужаса. Этот пионер не вызывал у меня какого-то особого доверия, а скорее чувство, что он не сможет причинить мне вреда. Я не успел подумать о том, что неплохо было бы еще что-нибудь спросить у него, как усталость взяла верх и отключился. Окей. Чувствую, скоро будет разгадочка какая-то. День седьмой. Это уже неделя. Мы уже неделю находимся в лагере. Окей. Яркий солнечный свет бил в глаза через открытые веки. Я ленимо потянулся и резким движением встал с кровати. Был уже два часа. Похоже, вчерашний день я тщательно меня доконал. И для восстановления организма понадобилось куда больше времени, чем обычно. Я прошелся по комнате, обдумывая, чем заняться сегодня. Очевидно, после всего, что сообщил мне тот таинственный пионер, моя жизнь в лагере уже никогда не будет прежней. Если все так, как он сказал, то времени у меня впереди полно. Я взял пакетик с умывальными принадлежностями и вышел на улицу. Буквально через несколько метров на меня сзади кто-то налетел. Я обернулся и увидел Алису. Аккуратней! Беззлобно сказала она и побежала дальше. В ней у руках была какая-то сумка. Что же, очередной обычный день в этом безумном месте. Закончив чистить зубы, я долго лил на лицо ледяную воду, чтобы хоть немного прийти в себя и свяжить голову. От этого мое настроение несколько улучшилось. Внезапно неизвестно, откуда появилась надежда. Вряд ли это была надежда на то, что я благополучно выберусь отсюда. Скорее, мне просто не хотелось верить, что все настолько плохо, как рассказывал тот парень. Доброе утро! Услышал я рубки голоса, доносившийся со стороны леса. За деревом кто-то стоял. Доброе! Ты готов? К чему? Я присмотрелся и понял, что, судя по всему, это вчерашний пионер с автобусной остановки. Но сегодня я уже был готов к подобным странностям, поэтому ничему, ничуть не удивился и начал разговор совершенно спокойно. Ты ведь не поверил ему? Ты о чем? Все, что он говорил. Хорошо. А какая твоя точка зрения на происходящее? Я ментально отгородился от окружающего мира и решил воспринимать все, что происходит со мной как художественный фильм, а не как реальную жизнь. Тогда, наверное, появится больше маневра для логического анализа ситуации. Выход есть! Его не может не быть! Сказал он воодушевленно. Не знаю, но мне тоже хочется в это верить. Если бы только... Семен! Я обернулся. Передо мной стоила славя. Ты с кем это разговариваешь? Да ни с кем. Так сам с собой. Наверное, не стоит тебе рассказывать о пришельцах из параллельных миров. Возможно, она даже не может их видеть. Ты уже собрался? Собрался? Опять какой-то поход? Нет же! Сегодня последний день смены. Чего? Глупая улыбка застыла на моем лице. Вечером автобус, уезжаем! Да ладно! Ах, вот так даже! Сегодня я был готов к любому самому невероятному повороту событий, но... Говорил ли Таинственный Пионер про это? Пожалуй, говорил. То есть, судя по всему, мне придется пойти на второй круг. Прожить еще одну неделю в этом лагере. Но теперь я знаю все. Пока не собрался. Да у меня вещей-то особо нет. Ладно. Славя отвела взгляд. Кажется, она хотела что-то сказать, но не решилась. Тогда увидимся еще. Ага. Надо было хотя бы спросить, во сколько отъезд. С намерением узнать это я направился на площадь. Там-то точно встречу кого-нибудь из знакомых. Но как ни странно, на площади меня, как всегда, ждал только Генда. Наверное, все пионеры заняты сборами. Я сел на лавочку и уставился на небо. Получается, что сегодня от меня требуется только дождаться отъезда, отключиться в автобусе и проснуться опять в этом лагере, как и в первый день. Весь мир был погружен в молчание. Это именно то время летнего дня, когда солнце словно зависло в небе, птицы и свечки отправились на послеобеденный отдых, а ветерок копит силы, чтобы вечером подарить людям долгожданную прохладу. Я вспомнил, что не только не обедал, но и не завтракал. И сказать что-либо в столовой было глупо. Перед отъездом пионеры точно все почистили. Я почесал затылок и направился к домику Ольги Дмитриевны. Если покопаться в столе, то наверняка можно что-то найти. Когда я уже подходил к дверям, то кто-то окликнул меня сзади. К домику быстро шли Шурик и Электроник. Собрался уже? Собрался. Передразнивая его, ответил я. Ты последние дни какой-то сам не свой. С чего это вдруг? Не знаю, тебе виднее. Я имею в виду, с чего вдруг интересуешься. Да просто. Настоящий пионер всегда переживает проблемы товарища, как свои. Я скептически посмотрел на него. Спасибо за беспокойство, со мной все в порядке. В столе действительно нашлась полбатона черствого хлеба и кусочек копченой колбасы. Я с удовольствием съел все это, запивая тухловатой водой, которую Ольга Дмитриевна держала скорее для поливки растений. Как только закончил, дверь постучали. Войдите. В комнату улетела Ульянка. А это всего лишь ты? Обиженно сказала она. А кого ожидала увидеть цирк с медведями? Ульянка хихикнула. А где Ольга Дмитриевна? Не знаю. Я пожал плечами. Почему? Потому что не знаю. А тебе зачем она? Надо перед отъездом кое-что спросить. Если увижу, скажу, что ты ее искала. А ты чего не собираешься? А мне и собирать особо нечего. Ладно, бывай. Она хитро улыбнулась и выскочила из домика, захлопнув за собой дверь. Так, окей, с охраночки. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!